В Рыбнице и районе уже частично собрана информация по землепользователям. Чтобы создать точную базу данных пайщиков, планируют организовать специальную комиссию. Эта работа будет очень придаёвка. Вы все прекрасно знаете, что вопросов будет очень много. Вы все прекрасно знаете, что этот вопрос очень наболевший, очень болезненный. Поэтому тут очень важно правильно сформировать эту базу. По итогам сформированного реестра будет видно точное число тех, у кого есть законные основания получать паевой сбор, говорит Татьяна Туранская. С 1 января текущего года он составляет 147 рублей за один гектар земли. Те пайщики, которые хотят и имеют право реализовать свои правы на пай, то бишь обрабатывать сам свой пай, имеют право его реализовать, и уже в свою очередь, конечно же, не будут являться платежиками данного паевого сбора. На сегодняшний день для того, чтобы чётко определить, каким образом будет распределение и кому именно распределяться будет эта сумма паевого сбора, мы и собрались. Татьяна Туранская пояснила, каждый пайщик обязательно должен быть гражданином Приднестровской Молдавской Республики и проживать в селе. Мы должны все прекрасно понимать, что он действительно хочет обрабатывать, а не пополнять какой-то рынок оборота земли. То есть, в данном случае, в торговле земли, поняли, не будет. На встречу подчеркнули, в Рыбницком районе есть и два бывших совхоза. Это государственные предприятия, которые были реорганизованы в муниципальные. По мнению Татьяны Туранской, работники данных хозяйств также должны войти в реестр получателей паевого вознаграждения. До 1 июня новую точную базу данных должны направить в Министерство сельского хозяйства. Сюзанна Авакян, Оксана Круг, 1-й Приднестровский телеканал.